Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна. Так начинается утро каждого понедельника в 21-й школе. Правда, сегодняшний день особенный. Здесь и военнослужащие третьей бригады специального назначения, и журналисты. Все внимание сегодня приковано к второкласснику Семену Кирюткину. И это не случайно. Мальчик попросил своих родителей отправить нашим бойцам бронежилет. Благодаря общественности города Тольятти передан очередной гуманитарный груз нашей прославленной 3-й бригаде спецназа ГРУ. И вот отдельный подарок прислал ученик 21-й школы 2-го класса Кирюткин Семен. Здесь бронежилет. Поэтому... Семен, спасибо тебе большое. Нам очень приятно. Мы, в свою очередь, тоже приготовили себе подарок, получше его в Тольятти. Спасибо. И вот на торжественной линейке Семен принимает ответный подарок от военных. Мальчик, спасибо. Мальчик, спасибо. Мальчик, спасибо. Бронежилет может кому-то спасти жизнь, и семья ждет. Как можно было не сделать ответный подарок? Человек учится во втором классе. У него должны быть совершенно другие заботы, другие проблемы. Но обстоятельства, сегодняшние, сложившиеся в стране, в мире, заставляют маленьких людей делать такие большие вещи. Как можно остаться в стране? 21-я школа – единственная в Самарской области с углубленным изучением истории. Конечно, как и во всех учебных заведениях города, здесь тоже уделяется большое внимание патриотическому воспитанию. Это юноармейский отряд. Он носит имя Александра Ласкина. Выпускник школы погиб 1 июня прошлого года при исполнении своего воинского долга в спецоперации. Совсем скоро в учебном заведении откроется музей подвига. Первая экспозиция будет посвящена именно Александру Ласкину. Минувшую осенью в 21-й школе появилась и памятная доска герою, которую ежедневно на входе видят и второклассник Семен Кирюткин, и сотни других учеников. Что бы ты пожелал нашим ребятам, военному, которые сейчас защищают? Бо они победили всех. Спасибо. Яна Левина, Евгений Черемин. Новости Тольятти.